В районе Новая Боровая в Минске сообщают об отключении воды и отопления. Вот как сообщает телеграм-канал НЕХТА, проблемы с водоснабжением начались там еще в воскресенье, когда в городе, кстати, вот проходил марш в память Романа Мондаренко, я выхожу. Власти говорят об аварии на Котельной. Но жители уверены, что это месть за участие в протестах и за протестные флаги, граффити и рисунки во дворах. В районе проживает много, кстати, молодых семей, всего примерно 15 тысяч человек там населения. Милиционеры теперь даже ходят по подъездам и штрафуют всех, у кого в окнах висят те самые флаги. А еще к району символически подвезли предварительно выкрашенные цвета национального флага биотуалеты. Люди со всего Минска уже стали, кстати, привозить воду в этот район. О том, что там происходит прямо сейчас и почему все-таки отключили воду и отопление, поговорим с грязным и замерзшим жителем. То есть, самый новый Боровой, как он представился, с нами на связи Андрей Макоенок, бывший ведущий государственного белорусского телевидения. Андрей, добрый день. Я, конечно, приятно поражен беспрекословным выполнением того, как вы подписываете людей. Ну а что нет? Вы сказали, мы сделали. Но все-таки действительно это так? Или все-таки преувеличение было небольшое? Нет, никаких преувеличений не было. На самом деле, в воскресенье отключили уже воду, причем непонятно было из-за чего, не давали никакого фидбэка по этому поводу, просто ее по факту не было. Вообще, в воскресенье отключили еще и интернет, и, я не знаю, мне, как холостому человеку, вообще удар по личной жизни был внесен ни воды, ни интернета. Соответственно. Ну, интернет, кстати, отключают и, судя по всему, сейчас. Да-да-да, потому что, как сообщается, что в районе площади перемен, по крайней мере, в нескольких домах пропал проводной интернет. Может быть, и в районе Новой Боровой тоже, как только увидели наше включение, он пропал. Но мы, конечно, сейчас постараемся наладить связь с Андреем. Пока не выходит, да, Андрей, на связь. Мы дозваниваемся до Андрея. Я напомню, что там, в этом районе, Новая Боровая. У нас отключили интернет. Ой, отключ... А вот... Нет, все-таки не отключили интернет, Андрей. Нет, не отключили. Мы думали, что вам тоже отключили сейчас. Да, это позвонил какой-то товарищ. Понятно. Так, да, продолжайте тогда. История в том, что сегодня, кстати, была тема, что нас вначале отключили в воду, потом отключилось отопление, и потом на секунду, на секунд трипс пропал свет, и уже в чатах дома было, что, уже и свет выключили. Ну, что дальше? Ну, потом вернули. Поэтому постепенно возвращаемся к жизни. Отопление тоже уже вернули. С утра его не было. Сейчас оно есть. Уже трубы раскаленные. Хоть что-то потихонечку у нас появляется. Что касается воды, ситуация интересная. Она просто отключилась, как я говорил, без объявления войны. И горячая, и холодная, правильно я понимаю? Любая, любая. Я вам сейчас покажу. Вот есть сейчас, если вы увидите, у меня где тут бутыли вот стоят. Вот сейчас так у нас у всех, у жителей, тут подвозят воду, все набирают. Интересно, что в очереди люди не падают духом. Вот я рассказывал тоже ребятам сегодня, что мы вчера стояли за водой, которую привозили. А привозили воду-то с других жителей или все-таки власти? Я не знаю, кто-то привозил. Были цистерны с водой, были такие бутыли уже непосредственно от других жителей. Там так и написано было, от других жителей с любовью в Новую Боровую. И люди в очереди за водой стояли, говорили, так, значит, у кого дома там эти свиньи, тому на бутыль больше, у кого никому ничего не надо. Скажите, пожалуйста, а если есть дети, считается, что можно больше взять? Да, тогда тоже берите. В общем, люди прикалывались, веселились. Сегодня уже, когда на улице выпал снег, не знаю, как у вас, у нас уже заснежило так нормально, уже было стоять чуть прохладнее. Люди менее, конечно, радостно это делали. И биотуалеты, правильно, там стоят? Они что, правда, были раскрашены в национальную символику? Слушай, ну это отдельная тема для разговора, это вообще весело. Вначале, когда все просто пытались понять, зачем воду отключили, вообще это в аварии, или что это произошло, была, конечно, версия, что это, может быть, какой-то сбой системы. Но когда потом привезли общественные туалеты, выкрашенные в бело-красно-белый цвет, мол, вот вам. Вот вам, да? А как по-другому это расценить? Я не знаю. Конечно, возможно, как говорит ведущий известной программы вашего телеканала «Совпадение», но я бы его же фразы сказал не думаю. Это не наш телеканал, это телеканал «Россия». Я имею в виду российский принадлежит вашему государству. Так вот, значит, все сразу начали думать, ну, наверное, если уже вот такой жест был сделан, то, скорее всего, все неспроста. Плюс еще мысли странные возникают. Если где-то нужно белокрасно-белый флаг или что-нибудь другое, там, ленточку какую-то перерезать, то очень быстро с этим почему-то справляются те же самые коммунальщики, которые оказались весьма людьми очень разносторонними и талантливыми во всех делах. Да, разбирают мемориалы, как мы видели вчера, например. Да, очень быстро они с этим разбираются. А что касается того, чтобы починить какой-то вентиль, ну, мы, по крайней мере, знаем, что там вентиль, а тормон такие. Слушайте, а правда, что говорят? Это, правда, вкотельная авария? И ваша личная вот версия, что произошло? Моя личная версия, что мне это не нравится. Без воды, оказывается, не круто жить. Это моя личная версия. Что касается того, что произошло, я видел фотографии, где в какой-то системе из водоканала Минского есть два вентиля. Как выясняется, наверное, они пускают воду уже в наш район непосредственно. Два вентиля, что для меня стало удивлением. И на одном из них был выдран непосредственно вот этот механизм, который крутится. И вначале, предварительно, он был повернут на то, чтобы подачу воды прекратить. Но это, опять же, что говорят. То есть я в данном случае выступаю вам ретранслятором. Я сам со фонариком там не ходил. Ну вот многие люди, в том числе Саша Филипенко, наш коллега-писатель, пишут у себя, что это, скорее всего, месть властей за участие многих людей из этого района, из вашего района в протестах. В том числе то, что там вывешиваются во дворах белокрасные-белые флаги, граффити соответствующий. Так оно и есть? Или как вы придерживаетесь этой точки зрения или нет? Ну, вы знаете, оно было бы, конечно, очевидно, если бы, как и делают в боевиках, нам бы выдвинули список каких-то, знаете, ультиматумов и требований. Значит, первое, вы снимаете все флаги, тогда мы возвращаем вам воду. Тогда, конечно, да. Такого не было, да, пока? Такого так... Лично никто... Но милиционеры пишут, по крайней мере, по телеграм-каналам, что милиционеры ходят по подъездам и штрафуют всех, у кого эти флаги есть. Ой, я вам и скажу, это интересная история. Сейчас у нас по подъездам ходит МЧС, пишут люди в чатах соседних домов, соседних подъездов, говорят, убирайте быстрее коврики. Скажите, вот у вас есть коврик перед входом в квартиру? Полагаю, что он может быть. Возможно, у кого-то в студии точно. Да есть у меня. Вот оказывается, да, оказывается, пожарная безопасность, и за это можно оштрафовать. У нас сейчас люди массово пишут, я сейчас не дома, уберите, пожалуйста, и мой коврик. Другие им пишут в чате, ваш коврик безопасности, не волнуйтесь, я вас прикрыл. То есть МЧС проверяет коврики, но при этом воды в доме нет. Вот это, конечно, отличная ситуация. Да, ну я думаю, что они не связаны, конечно, уже с починкой водопроводной системы, но тем не менее. И мы-то о чем говорили? О том, что кто конкретно это сделал, непонятно. Да, как вы считаете? То, что это очень долго не чинится. У нас, слушайте, у нас в районе летом воду отключают на 3 дня, когда нужно проверить теплоснабжение. Ну, летом у нас на несколько дней отключают. Да, у нас по всей стране на 2 недели, а тут 3 дня. А тут у нас, получается, вот уже 3 дня вообще никакой воды нет. И поэтому, ну, не верю я, что можно трубы все пересмотреть за 3 дня, а починить их нужно тоже 3 суток. Ну, какая-то это. Ну, понятно. И стыковочка. А вообще, вот мы видели, что наблюдаем, что сейчас происходит, да, во дворе площади перемен. Мы видели воскресенье, но понятно, это был все-таки марш памяти Романа Мандаренко. У вас, ну, так вот, почитаешь телеграм-канал, и ту же самую нехту, подумаешь, что у вас тоже такая оппозиционная точка, там такой двор, где все постоянно вывешивают. Это так или это просто тоже какое-то преувеличение? Я не знаю. Мы нехты не читаем, это нельзя запрещать в нашей стране. У нас район, на самом деле, это не один двор, это несколько таких, скажем так, кварталов, в каждом из которых есть свой двор. И в каждом дворе по вечерам люди собираются, включают громко музыку, и с фонариками в определенное время тоже, выключая свет, сигнализируют, что ребята, мы с вами. При этом есть одна площадь в Новой Боровой, которая является а-ля центральной площадью. Вот там постоянно происходит какое-то движение, там вывешиваются постоянно, к сожалению, с добавлением новых персонажей, фотографии людей, которые их арестовали, или которые находятся сейчас за границей, и которые отстаивают свою позицию в отношении Беларуси. И там постоянно и какие-то концерты происходили. Сейчас вроде бы реже, но вы знаете, на самом деле, феномен того, что происходит в нашей стране, это то, что чем больше пытаются людей разладить и разъединить, тем они сильнее объединяются, начиная с разгона вот этих дворовых мероприятий, заканчивая отключением воды. Я за буквально минут сорок я стал свидетелем, как в чате под названием «Новая Боровая помощь», созданном не знаю кем, организовалась группа в количестве 15 тысяч человек, и до сих пор растет. Там уже мы с вами выходили на связь, там уже к двадцатке что-то шло, и там просто в Телеграм люди пишут, «Здравствуйте, приезжайте к нам мыться, есть мыло, здравствуйте, приезжайте к нам мыться с детьми, у нас есть дети, они будут пока общаться, пока вы будете мыться». Есть даже сообщение, я вам скажу, вообще меня поразила полностью, какая-то девушка пишет, «Здравствуйте, мы живем с молодым человеком, у нас легкая форма ковида, если вы ковидные, вас никто не зовет, и у вас тоже легкая форма, приезжайте к нам». Давайте вместе будем ковидиться, да? Отлично. Уже такого, понимаете, организации происходит. Взаимопомощь, да, Андрей. Ну и последний вопрос вам все-таки задам по поводу протеста. Вы лично выходили в прошлом воскресенье или нет, что пронировать и делать дальше? Изменило ли для вас что-то, для ваших близких вот это вот убийство и те трагические события, которые произошли на прошлой неделе? Вы знаете, я думаю, что если вы будете задавать вопрос, выходили вы на площадь или не выходили, выходите в город или нет Беларусу, то в данном случае вы, ничем не рискуя, можете предложить кому-то посидеть 15 суток. Понятно, я вас понял. Тогда вопрос снимается, я так и понял. Ну вообще, давайте не про выходите на площадь или нет, а про все равно внутреннее состояние вот после этого страшного события. Я вам скажу откровенно. Я просто, я, вы знаете, я никогда никому не желал ничего плохого в этой жизни, но когда случилось то, что случилось с Романом, когда ты понимаешь, что, ну блин, это мой ровесник, человеку 31 год, да, и у нас разница с ним в полтора года получается, я, и ты понимаешь, что ты можешь быть просто избит до смерти во дворе своего дома за то, что ты, за то, что ты пошел заступаться за ленточки, серьезно, можно убить из-за ленточек человека, просто это никуда не лезет в голову, и я много с кем общался, у людей просто уже, знаете, злость начинается. Начинают верить в карму, начинают верить в какие-то сверхсилы, чтобы просто, если Фемида бессильна, или почему-то пока что она не сильно активна, как должна была бы быть, то пускай хотя бы что-нибудь в этой жизни кармическое произойдет с людьми, которые так себя ведут. Мы просто все в шоке, честно, и то, что произошло с Романом, мы, я не знаю, и от лица всех своих знакомых, всех своих близких и друзей мы выражаем полнейшее соболезнование и неприязнь этой ситуации. Спасибо вам большое, Андрей, ну, вам желаю, чтобы скорее уже вода вернулась в ваш дом, и все будет тоже тепло и хорошо. Андрей Макайонок, бывший телеведущий и житель микрорайона Новая Боровая в Минске, вот где, как мы знаем, отключали и отопление, вроде включили, и воду, которую пока не включили. Будем обязательно следить за развитием событий.